В эфире канал Россия. Итоговая информационная программа событий недели. В студии Ашемес Пхешков. Доброе утро. Сегодня в стране третий день голосования. В Карачао-Черкесии 48 поселений должны будут обрести представительную власть. Свой выбор должны будут сделать 82 тысячи жителей городов и районов Карачао-Черкесии. По словам специалистов Республиканского избиркома, выборы будут конкурентными. Мандатов к распределению 364. Кандидатов выдвинуто более 800. Часть из них выдвинута избирательными объединениями, политическими партиями. Половина, по словам председателя избирательной комиссии Карачао-Черкесии Лариса Базалиевой, самовыдвиженцы. Основные выборы. Большая муниципальная кампания пройдет в Прикубанском, Карачаевском, Зеленчукском районах. Дополнительные выборы в Карачаевский и Усть-Джигуте. Где освободились вакантные мандаты, которые также подлежат распределению введенный день голосования. На этой неделе отметили две знаменательные даты. День Карачао-Черкесии и день 195-летия Черкеска. В республиканской столице стоялась закладка капсулы в основании будущего центра молодежи и церемония возложения цветов к мемориалу вечной славы. Жители республики и Черкеска поздравил глава региона Рашид Темрезов. Также по традиции он вручил почетные звания и награды. Церемония по традиции прошла во Дворце культуры Черкеска. На торжественном мероприятии побывала шерифат Лепшокова. В этот день в зале собрались множество людей, внесших неоспоримый вклад в развитие республики. Это были деятели науки, культуры, медицины, представители власти и общественных организаций. Всех их с Днем Карачао-Черкесии поздравил глава республики. Он поблагодарил собравшихся за труд, а главное за результаты, способствующие развитию республики. Приводится в порядок улицы и населенные пункты. Прокладываются десятки километров автомобильных дорог, газовых магистралей и систем водоснабжения. В этом зале сегодня находятся и те, кто охраняет правопорядок, участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, спасает жизни и здоровье людей, учит и воспитывает наших детей. И спасибо вам всем за ваш профессионализм, за то, что неравнодушны к судьбе нашей малой родины, Карачао-Черкесской республики, и, конечно же, нашей с вами большой, огромной, красивой, любимой стране России. Пожелав всем мира и благополучия, Рашид Тимрезов вручил почетные награды. Первым в зале обладателем ордена за заслуги перед Карачао-Черкесией стал труженик тыла Анатолий Кайкиев. Бывшую награду Карачао-Черкесии также получили первый заместитель руководителя администрации главы правительства республики Надежда Пивоварова и руководитель общественной организации Карачао-Ланхалк Руслан Хапов. Звания «Заслуженный врач Карачао-Черкесии» были присвоены врачу-педиатру Ирине Узденовой и стоматологу Исмаилу Кучкарову. Заслуженными работниками государственной службы стали председатель территориального избиркома Рубского района Сергей Терещенко и глава администрации Прикубанского района Мухаммад Аминчо-Маев. Ветерану сферы индустрии и туризма Евгению Кудели было присвоено звание заслуженного работника этой отрасли. Поздравляю всех с праздником великим, с нашим Днём Карачао-Черкесии. Вы правильно сказали, нет лучшего места на свете, поверьте, я весь мир и весь делал. И сравнить даже не с чем. И сказать, что вот эта награда, у меня и правительственная награда есть, самая высшая награда в моей жизни. Как человек, всю жизнь проработавший в сфере туризма, он не мог не отметить огромные перемены, произошедшие в этой сфере. Евгений Куделя напомнил, что республика всегда славилась своими горными маршрутами. Если их возродить, то можно привлечь еще множество туристов со всей страны. На торжестве почетные звания и награды всего получили около 30 человек, среди которых был известный певец и музыкант Ренат Каримов. Ему присвоили звание заслуженного артиста Карачао-Черкесии. Это еще больше для меня ответственности. Хотя я себя внутри и так считаю человеком, который представляет лицо нашего Кавказа перед всей нашей страной. И не только. А это официально этому подтверждение и еще больше ответственности. В завершении торжества глава республики вновь обратился к собравшимся. Дорогие друзья, я еще раз очень искренне хочу вас всех поздравить, всех нас с праздником, с днем рождения нашей республики. Сегодня еще и 195 лет нашей столице, нашему любимому городу Черкесску. И очень бы хотелось, чтобы мы и дальше вместе делали все для того, чтобы наш родной, любимый край развивался. В городах и районах республики открылись 12 социальных, культурных и спортивных объектов. Под символичным названием «Победа» современный физкультурно-оздоровительный комплекс распахнул свои двери сотня мальчишек и девчонок в Уджигуте. Это знаменательное событие отметили в праздничной обстановке. В торжественном открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса принял участие глава республики Рашид Тимрезов. С подробностями Мурат Женкёзов. Традиционным хлебом с солью и чашей айрана встречают главу республики у ворот комплекса. В приветственном слове Рашид Тимрезов отметил важность и своевременность строительства социально значимых, в том числе спортивных объектов на территории Карачаева-Черкесии. «Политика нашего руководства, руководства нашего государства и лично нашего президента Владимира Владимировича Путина, она, конечно же, выстроена таким образом, чтобы мы каждый день все вместе с вами делали все для того, чтобы наши жители, наши граждане жили лучше. Наши дети могли заниматься в прекрасных спортивных комплексах, иметь возможность доступа к хорошему образованию, здравоохранению, к объектам культуры». Усть-Чегутинский район воспитал немало выдающихся спортсменов. В спортивной копилке района 23 призера чемпионатов и первенств мира, один заслуженный мастер спорта России, 9 мастеров спорта международного класса, 85 мастеров спорта России и СССР, 150 человек стали победителями и призерами чемпионатов страны. Численность воспитанников спортивных школ и секций района составляет более 800 человек. «Я уверен, что вот здесь воспитается небольшое количество чемпионов, победителей. Других вариантов уже у наших детей нету, тех, которые переступят этот порог быть только победителями и приносить славу не только родному городу, району, родной республике, но и нашей стране». Самые теплые слова были адресованы ветеранам спорта. Они и сегодня продолжают воспитывать сотни мальчишек и девчонок, прививая им лучшие спортивные традиции. «Я хочу выразить слова благодарности нашим ветеранам, ветеранам спорта, которые всю свою жизнь посвятили тому, чтобы наши дети росли крепкими, сильными, здоровыми». Затем Рашид Тимрезов осмотрел универсальную спортивную площадку, которая включает в себя мини-футбольное поле с разметкой для большого тенниса, гандбольную и две баскетбольные площадки. Для юных футболистов глава республики провел небольшой мастер-класс. В этом году в республике построены десятки спортивных площадок, футбольное поле и другие. В общей сложности 40 объектов. А за несколько лет в Карачаево-Черкесии открыли 80 спорт-объектов, в том числе 12 спортивных комплексов. Аул Каменомост – один из самых старейших в Карачаево-Черкесии и, несомненно, один из самых красивых. Расположенные в живописнейшем ущелье, питаемый водами Кубани, Каменомост никого не оставит равнодушным. Здесь еще чтят традиции и обычаи. Весомо слово «старейшин» поддерживаются добрососедские отношения. Горе и радость аульчане встречают плечом к плечу. И открытие нового дома культуры жители аула планировали пышным. С гостями, угощениями, песнями и плясками внес свои коррективы в планы ковид. Но традиционная красная лента перерезана не менее торжественно. Немногочисленные гости из числа представителей правительства Карачаева-Черкесии и депутатов Народного собрания совершили небольшую экскурсию по зданию дома культуры. Гостей приветствовали старейшины аула. Я безмерно счастлив сегодня. Нашему аулу уделяется хорошее внимание. На встречах старейшины говорили главе республики о необходимости спортплощадки, ФАПа, ремонте школьной территории. Это все сделано. И этот дворец культуры этим зданием особо порадовали нас, старшие поколения. Будет место, где мы можем собираться, вести диалоги с подрастающими поколениями, принимать решения относительно нашего села и просто пообщаться по-стариковски. Некогда в Каменномосте действовал сельский клуб. По выходным здесь крутили индийское кино, проходили эстрадные концерты, творческие вечера поэтов, писателей, деятелей культуры и искусства. Но со временем это все сошло на нет. И образно выражаясь, двери клуба были заколочены. В новом доме культуры расположатся всевозможные кружки. Для каждого построено отдельное помещение. Предусмотрены удобства для людей с ограниченными возможностями. А зрительский зал со сценой способен вместить 250 человек. Особая гордость дома культуры – класс хореографии. Альберт Лакаев, учитель по национальным танцам, многих поколений каменомостцев не нарадуется. Станки. Без станков, без зеркал хореографии не бывает. Это как дом строишь. Фундамент какой будет, стены так будут держать. А если вот такого класса не будет, хореографии, танцы не бывает. Раньше мы занимались в этом клубе, в старом. Потом в школе этот старый клуб закрыли. Аварийное состояние. В школе занимались. Теперь будем здесь заниматься. Детей много. Самое главное, что мальчики подтянулись. Всегда бывает так, что от недевачки приходят. А теперь, когда все вот это все увидели, уже и мальчики подтянулись. Жители аула каменомоста в лице Старейшин с долгожданным домом культуры поздравили гости. От имени главы Рашида Борисовича Тимрезова. От себя лично, во-первых, поздравить всех здесь присутствующих с Днем Республики. Сегодня очень знаменательное событие у нас. И поблагодарить всех, кто принимал участие в проведении сегодняшнего мероприятия. Этот дом культуры построен в рамках приоритетного национального проекта «Культура». Анзор Иркенов добавил, что дома культуры строятся во всех селах и аулах республики. Этот вопрос на личном контроле у главы Карачаева-Черкесии. Каменомост по праву можно назвать кузницей знаменитостей. Первоархитектор города Карачаевска Али Султан Гирюгов, председатель исполкома областного совета Карачаевской автономной области Курмана Ликурджиев, известный писатель Назифа Кагиева, капитан атомной подводной лодки, капитан перворанга Мурат Алботов, герой России Дугирби Узденов, знаменитые во всем мире спортсмены-вольники, братья Тимрезовы и Караевы. Если продолжить список, получится внушительным. Каменомост имеет еще больше потенциал. Еще многие аульские дети впишут свои имена золотыми буквами в историю России, в том числе и в культурную, и спортивную ее страницы. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Каменомост. Новый дом культуры распахнул двери и в ауле Эльбурган Абазинского района. На мероприятие побывала Альбина Ламкова. Для жителей Эльбургана открытие Дома культуры стало настоящим праздником. Теперь жизнь аульчан станет ярче и интереснее, отмечали все гости торжества. Все эти объекты построены в первую очередь благодаря, конечно, активной работе главы нашей республики, правительства, команде с главами районов, поселений. Это огромный большой труд. Благодаря этой работе мы смогли участвовать в федеральных программах. И сегодня на выходе мы видим это прекрасное, красивое здание. Хочется поблагодарить строителей, которые построили нам этот замечательный объект. Мурат Озов, поздравив всех с праздником, выразил надежду, что в этом здании будут воспитываться хорошие и талантливые люди, которыми можно гордиться. После торжественного открытия гости направились в здание. В фойе расположилась выставка «Спасибо за победу» с личными вещами участника Великой Отечественной из Ильбургана. На стене были представлены фотографии с известными людьми из села и картины художника Мухаммеда Агачева. Осматривая зрительный зал, все заметили его внушительный размер. Он рассчитан на 250 человек. На экскурсии в библиотеке гостям рассказали о том, что работа здесь уже налажена. Также в новом доме культуры расположен хореографический зал, помещение для различных кружков и служебные кабинеты. Теперь у ильбурганцев есть все условия, чтобы развивать свои таланты в разных направлениях культуры. Все массовые мероприятия, которые проходили в ауле Ильбургана, проходили в маленьком актовом зале школы. Мы там учились. Благодаря главе республики Рашиду Борисбеевичу в этом году, сегодня мы открыли прекрасный дом культуры. И этот дом культуры для жителей аула станет центром протяжения. Школьники, дети будут заниматься разными хореографическими кружками. После официальной части торжественного открытия дома культуры выступили артисты Абадинского района. Альбина Ламкова, Анжела Джебекова, Руслан Харченко. Вести Карачаево-Черпесия. Абадинский район. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Руслан Харченко. Комбикорма для всех видов птицы. А также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87 878 545 70 и 8 925 711 98 90. Телеканал Россия объявляет кастинг нового сезона всероссийского конкурса «Синяя птица». Чуть не взлетаю. Твой талант, твой ключ к успеху. Большой такой шаг на большую сцену. А возраст – твое преимущество. Э-ка-ка! Верь в себя. Ты можешь быть на равных со звездами. И зелень глаз моих, и нежный голос. Я была просто в полнейшем шоке. В главных ролях в кино. Добро пожаловать в Белогорье. И первым на самых престижных международных конкурсах. Я уверена, что он достойно нас представит на Евровидении в Эдинбурге. Приходи на кастинг. Не упусти свой шанс проснуться знаменитым. Мечты сбываются. «Синяя птица» исполняет мечты. Подробности на сайте птица.тв. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Вы знаете, что теперь в налоговой инспекции можете моментально решить проблемы с обслуживанием, оставить свой отзыв и оценить качество услуги. Для этого используйте специальную ссылку или QR-код, которые размещены на информационном стенде, а также QR-код на талончике с номером на обслуживание. Отсканируйте код при помощи вашего телефона или планшета любой программой для чтения QR-кодов. Укажите услугу, выберите смайлик, введите сообщение и отправьте его. Сообщение мгновенно поступит непосредственно руководству инспекции, и вам оперативно будет оказана помощь. Длинная очередь, недостаточно посадочных мест, другие проблемы. Используйте QR-код. Попробуйте. Это быстро, просто и удобно. Со второй половины августа в республике отмечается повышение количества зараженных лиц с коронавирусной инфекцией. Сегодня гость нашей программы, главный санитарный врач Карачао-Черкесской республики Сергей Бескокотов. Он ответит на вопросы, волнующие наших телезрителей, в том числе и на вопрос, когда появится вакцина в нашей республике, какая категория лиц получат ее первыми. Добрый день, Сергей Васильевич. Спасибо, что нашли время и пришли принять участие в нашей программе. Сергей Васильевич, первый вопрос касается эпидемиологической ситуации в нашей республике. Действительно ли в Карачао-Черкесии вот сейчас началась вторая волна распространения коронавирусной инфекции? Да, я понял. Я сейчас не могу сказать, какая у нас волна идет, и первая, и вторая, и дать какой-то прогноз на ближайшее будущее. Но то, что у нас фиксируется рост заболевших, и этот рост начался где-то примерно с середины августа этого года, это точно. На сегодняшний день мы как бы регистрируем порядка несколько десятков человек в ежедневном режиме, чего раньше у нас не было. И вот сегодня у нас уже за окном сентябрь, и пока снижение заболеваемости я не наблюдаю. То есть количество регистрируется примерно в одних и тех же числах количества заболевших. А с чем связано возникновение вот этого, если это не вторая волна, но роста заболеваемости коронавирусом? Дело в том, что мы сняли все ограничения. Это было еще в середине июля месяца. Открыли все магазины, если вы знаете, и кафе, и рестораны. И наше население, граждане нашей республики, наверное, не совсем или неправильно поняли. Подумали, что у нас все завершилось. И просто-напросто начали вести такой свободный образ жизни. Ну что конкретно? Перестали носить маски, обрабатывать руки, заходить в помещение только после обработки дверных ручек, проветривания помещений. Это все дало о себе знать. Плюс к этому очень много массовых мероприятий мы фиксируем. И количество заболевших при опросе, эти заболевшие рассказывают, что были именно на массовых мероприятиях. Это имеется в виду свадьбы, юбилеи, ну и какие-то поминальные мероприятия. Это очень сильно нам дало прирост заболеваемости. И на сегодняшний день, к сожалению, спада мы не наблюдаем. А какие районы Карачао-Черкесии на сегодняшний день наиболее подвержены распространению коронавируса? Ну, больше всего, конечно, это город Черкесск, где у нас количество населения больше всего в республике у нас в городе Черкесске проживает. Но если взять районы, то первые 2-3 места по количеству заболевших занимают. Это Ногайский район, Адыгихабльский район, Ожигутинский район, ну можно сказать, Малокарачаевский и Прикубанский. Вот эти районы больше всего в данном случае жители поступают к нам из этих районов. Насколько быстро сегодня можно сдать тест на коронавирус? Где его можно сдать бесплатно? И сколько времени занимает ожидание результатов? Потому что, насколько мне известно, первую волну ожидания результатов достигали практически до двух недель. Да, я понял. Мы учли все недостатки, которые были у нас. Первый подъем заболеваемости, это было в мае-июне месяце. Были приняты соответствующие меры. Ну, что конкретно? У нас было закуплено дополнительное оборудование. Были обучены дополнительные специалисты для производства лабораторных исследований. Разработана специальная компьютерная программа. На сегодняшний день, ну если вы спросили, где можно сдать тест, бесплатный тест можно пройти. Это по назначению лечащего врача в любом районе. Можно обратиться к врачу, и вам терапевт выпишет направление, возьмут тест прямо у вас или дома, или в поликлинике, опять же повторюсь, по месту жительства, и привезут на исследование сюда, к нам в Черкесск. То, что касается времени ожидания, сейчас максимальное время ожидания не более суток. Это вот те мероприятия, которые мы провели, позволили нам этого добиться. Все результаты исследований в течение суток, после того, когда нам привезут из районов эти мазки, передаются в электронном виде в лечебное учреждение. И врач уже на следующий день знает результаты исследований своего пациента. Спасибо. В России появилась первая вакцина против коронавируса «Спутник-5», вот под таким названием. Когда жители Карачаева-Черкесии могут получить данную вакцину, и какая категория лиц получит ее первой? Дело в том, что эта вакцина пока еще в регионы, в том числе и в Карачаево-Черкесию, не поступила. Мы ожидаем, что в сентябре она будет. Но пока конкретной даты я сказать не могу, и какое количество прибудет, тоже не знаем. Но как только она появится, естественно, мы будем прививать сразу. Сразу скажу, что вакцинация будет бесплатная, вакцинация будет добровольная, и вакцинация будет только, в первую очередь, групп риска. Ну, это, конечно же, медицинские работники, которые стоят на первом, я бы так сказал, рубеже обороны. Наверное, педагогические работники, работники сферы услуг, ну и лица старшего возраста. Но, опять же, я повторюсь, это все будет зависеть от количества вакцины. И вакцины тоже могут быть разные. То есть для детей одна вакцина будет, для лиц старше 65 лет другая вакцина будет. Какая вакцина к нам поступит, для каких возрастов, я пока не знаю, и этого не могу сказать. Мы знаем, что коронавирус имеет свойство мутировать. И есть мнение, что ни одна вакцина не может противостоять данному типу вирусов. Как бы вы прокомментировали под такую точку зрения? Да, я понял. Если можно, на примере вакцины против гриппа, которая у нас в республику уже поступила, и мы сейчас приступаем к вакцинации населения против гриппа. Дело в том, что вирус гриппа, так же, как и вирус коронавируса, имеет свойство мутировать. Но каждый год наша промышленность подстраивается, так скажем, под этот вирус. И берутся в основу в эту вакцину именно те штаммы вирусов, которые циркулировали предыдущие пять сезонов. Та вакцина, которая поступит к нам, естественно, она будет уже приспособлена и будет именно разработана на основании того вируса, который был завезен к нам в Россию и который у нас циркулировал и был выделен от наших больных. Поэтому именно в этом году, я думаю, что эта вакцина будет работать именно против этого вируса. Что будет на следующий год, я не знаю. Это уже будут исследовать научные учреждения наши российские и подстраиваться под этот вирус, если он опять будет мутировать. Но на сегодняшний момент эта вакцина 100% будет отвечать тому вирусу, который и защищает нас от того вируса, который у нас циркулирует в России. Вакцинация будет добровольной или же она будет обязательной? Нет, эта вакцинация будет только добровольной. Возможно ли повторно заразиться коронавирусом или те, которые уже переболели, они имеют иммунитет? Вы знаете, коронавирус в России и в республике у нас циркулирует. Но был завезен где-то примерно в декабре прошлого года, в январе этого года. И я не думаю, что сейчас достаточно уже наработано научное исследование для того, чтобы подтвердить, были ли случаи повторного или не были. Все такие случаи, в Карачаево-Черкесии этого точно нет. У нас все больные на особом счету, они все занесены в базу. Мы знаем фамилию, имя, отчество каждого, кто заболел. У нас таких случаев еще не было. Если по России такие случаи были, я считаю, что это дело научных учреждений, заниматься именно этими людьми и смотреть, действительно ли он переболел коронавирусом, был ли он выделен методом ПЦР-диагностики или другими средствами, например, экспресс-тестами. Поэтому я не могу точно сказать, есть ли вероятность заразиться повторно, но пока на данный момент в Карачаево-Черкесии, да и в Российской Федерации таких случаев я не припомню. Возможно ли, что экспресс-тест дает отрицательный результат, а человек действительно заразился и переболел коронавирусом? Экспресс-тест – это определение антител в крови человека, и не всегда он дает или положительный, или отрицательный результат. Антитела могут быть разные, или М, или G. Опять же, титр антител, то есть их количество тоже может быть разное. Это только как бы маркер, флажок, экспресс-тест для того, чтобы определить наличие РНК-вируса ПЦР-диагностикой. Вот как раз-таки ПЦР-исследование, которое мы проводим у нас здесь в лаборатории ФБУС-центра генопедемиологии, он дает 100% результат и гарантирует, что вирус либо есть у человека, либо его нет. Сергей Васильевич, я знаю, что Вы хотите обратиться к нашим гражданам по поводу профилактических мероприятий, и у Вас сейчас такая возможность есть. Спасибо большое. Я вот каждым случаем таким пытаюсь воспользоваться, еще раз обратиться. Пожалуйста, не думайте, что у нас уже все закончилось. К сожалению, это не так. У нас вирус еще достаточно активен в республике, он циркулирует, он передается от больных людей к здоровым. И мы иногда вот из-за своей безалаберности этому способствуем. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности. Носите маски в закрытых помещениях, обрабатывайте, мойте руки и проветривайте помещение. Не давайте вирусу победить нас. Мы должны быть грамотнее и умнее, чем он. Но, к сожалению, последние несколько недель меня убеждают в обратном, что вирус нас пытается победить. Из-за нашей именно расхлябанности и отсутствия всякой настороженности. Спасибо, Сергей Васильевич. Я надеюсь, что все-таки мы победим вирус и пройдем второй этап распространения этого коронавируса достойно и без потерь. Я тоже надеюсь. Спасибо. Спасибо. Финалист всероссийского конкурса «Лидеры России» и флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ахмад Апаков из Карачева-Черкесии получил сертификат в размере 1 миллиона рублей на дальнейшее образование. Сначала он вошел в число победителей окружного этапа конкурса. На этой неделе состоялся и суперфинал, в котором приняли участие 300 конкурсантов. Конкурс «Лидеры России» – это уникальная площадка, которая способствует личностному росту и развивает профессиональные компетенции. Средства сертификата будут направлены на повышение квалификации в высшей школе государственного управления «Ранх-Х». Все участники всероссийского конкурса получат наставника из числа топ-менеджеров крупнейших компаний и управленцев нашей страны. В честь празднования 195-летия Черкеска мэр республиканской столицы Алексей Баскаев за профессионализм и высокие показатели в работе наградил почетными грамотами специалистов, отличившихся в различных сферах деятельности. Также были награждены медработники, которые в период пандемии боролись с распространением коронавируса. На мероприятие побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Все ваши профессиональные качества несут большое благо в развитии не только нашего города, но и всей республики, подчеркнул своим выступлением мэр Черкеска Алексей Баскаев. Также было отмечено, что из-за ситуации пандемии коронавируса именно благодаря сплоченности и внимательному отношению к своему делу удалось сохранить стабильность. Ваше трудолюбие, вовлеченность в проблемы города и чаяния людей – залог развития и процветания столицы нашей республики. В этом году серьезным вызовом для всех сфер, ну и прежде всего для здравоохранения, стала новая коронавирусная инфекция. Благодарю всех за единство и сплоченность. Особые слова признательности нашим врачам и всем медработникам. После Алексей Баскаев наградил почетными грамотами специалистов, отличившихся в разных сферах деятельности. Также с особой теплотой и благодарностью руководство города тазалось о медработниках, которые в тяжелое время пандемии принимали активное участие в борьбе с коронавирусом. Сами же виновники торжества выразили благодарность мэрии Черкеска и поздравили всех жителей столицы. Всех сегодня награжденных поблагодарить руководство города за высокую оценку нашей деятельности. И я думаю, мы можем с ним отвечать, что в дальнейшем будем делать все, чтобы наш город процветал. Очень приятно, что нас заметили, отметили наш труд. Было очень приятно получить грамоту, получить столь высокую оценку нашей работы. Хотела бы пожелать нашим жителям, чтобы побыстрее закончилась эта пандемия, чтобы прекратились вот эти все мучения, страдания, как для обычных граждан наших пациентов, так и для всех сфер, структур, потому что задействованы оказались все сферы нашей республики. Помимо этого, благодарностью главы республики была отмечена начальник отдела по работе с письмами и заявлениями граждан мэрии Черкеска Людмила Скачедуб. Всего почетными грамотами были награждены 25 человек. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Нетривиальная история для Карачаева, Черкесия. Впервые в республике проходит благотворительный арт-аукцион, с идеей проведения которого выступила организация «Самира», занимающаяся вопросами оказания помощи нуждающимся при содействии Министерства культуры республики. В экспозиции представлены работы художников из Карачаева, Черкесии, Кавринобалкарии, Ставропольского края, Дагестана и Чечни. Более 60 картин разного уровня, от признанных мастеров Кавказа до тех, кто только начинает свой творческий путь, расположились в двух экспозиционных залах. Стартовые цены не аукционные, они ниже рыночных. Но организаторы надеются, что за время проведения выставки аукционы они поднимут рейтинг. Все собранные средства будут направлены на приобретение лекарственных средств для тех, кому необходима помощь в период пандемии. Посмотреть на работу и прицениться можно в Центре досуга «Очаг добра». Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!